Продолжением экологической повестки сегодняшнего дня стал Арктический субботник в поддержку проекта «Чистая Арктика». Он прошел в Кольском районе на одном из самых северных пляжей в России – пляжи реки Ура. Излюбленное место отдыха северян в жаркую погоду больше напоминает южный курорт, нежели один из самых северных пляжей в стране. Желтая полоса растянулась почти на километр вдоль полукруглого левого берега реки, а ширина песчаного покрова от 10 до 30 метров. И всю эту территорию сегодня очищали волонтеры. В борьбе с одной из свалок плечом к плечу, а вернее мешком к мешку, сошлись представители «Росатома» и «Норникеля», который поддержал проект «Чистая Арктика». Мы, как волонтеры компании «Норникель», комбинат добра, рады сегодня присоединиться к большому проекту «Чистая Арктика». Цели и задачи комбината добра также схожи с «Чистой Арктикой». Это сделать мир чище и сделать мир лучше. Мы с удовольствием откликаемся на все экологические акции, делаем наш общий край, нашу Мурманскую область чище. С большим удовольствием. Мы также экопросвещением, занимаемся экообучением, раздельным сбором отходов. То есть это вот большой спектр экологического направления мы ведем. Во всем этом участвуем, постоянно обучаемся, развиваемся, вовлекаем, привлекаем и радуемся тому, что после нас становится чисто. Такой урон экологии и природе приносит наш отдых, наше времяпрепровождение в хорошую погоду. Призываю всех и каждого после таких мероприятий просто забирать с собой мусор. Представители правительства Мурманской области, волонтеры предприятий и молодежных организаций за несколько часов собрали десятки мешков с тем, что оставили после себя отдыхавшие здесь северяне. Основной посыл, конечно, у нас не тот, что нужно ждать каких-то акций или мероприятий, чтобы поучаствовать в субботниках, в уборке и очистке каких-то территорий, чтобы заниматься этим каждый день, чтобы это стало образом жизни. Ну и главное, не оставлять после себя мусор. Говорили и о больших экологических проектах. В этом году началась рекультивация самой крупной свалки за Полярным кругом в Дровяном. В рамках национального проекта с федерального бюджета на работу было выделено около двух миллиардов рублей. В планах очистить залив от затонувших судов и завершить ликвидацию пометохранилища птицефабрики «Снежная». Свой вклад в снижение нагрузки на экологию делают и крупные предприятия региона. Благодаря реализации проектов по реконфигурации производства норильского никеля сокращились выбросы диоксида сера существенно после закрытия площадки плавильного цеха в никеле. В Манчегорске в этом году закрылся металлургический цех и выбросы полностью прекратились. Сейчас, со следующего года, начнется строительство нового зеленой металлургии, как мы ее называем. И все остальные компании тоже смотрят в эту сторону. Сегодня в арктическую зону Красноярского края при поддержке норникеля также вылетела первая группа волонтеров «Чистой Арктики». 30 человек из 12 регионов страны уже завтра приступят к работам. Петр Широбоков, Виталий Попков, Павел Удалов. ТВ21+, пляж, река Ура. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова